МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Новости на АТР. Вы смотрите ЗАМАН. Следственный комитет России по Крыму настаивает на бродлении ареста заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза. Завтра в Киевском районном суде Симферополя будет рассматриваться очередное ходатайство следователя. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. 10 августа Верховный суд Крыма определил срок пребывания под арестом задержанного до 19 августа. Ахтема Чайгоза задержали 29 января этого года в рамках расследования уголовного дела по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 у здания Крымского парламента. Тогда большой митинг крымских татар на один день отложил планы сепаратистов по отделению Крыма. Задержанная в Крыму российский адвокат Ирина Бирюкова уже вернулась домой в Москву. Позавчера ее и еще двоих крымчан за попытку сфотографироваться с украинским флагом доставили в отделение полиции. Бирюкова рассказала нашим корреспондентам подробности своего задержания. Начали вести там самые доверительные беседы, что вот Вильдар как-то провоцирует и делает провокации какие-то в отношении российской власти там и так далее. Что я им сказала, что если у нас Россия с Украиной не ведет войну, в чем здесь видно провокация. И у нас флаг Украины не запрещен. И какие тут незаконные действия. И потом уже пришел уже ближе, наверное, где-то к пол 11 вечера, пришел уже сотрудник, который занимается у них административной практикой, составил протокол. Из Крыма и Севастополя на материковую Украину по последним данным переселилось 20 тысяч 689 человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Пресс-служба представительства президента Украины в Крыму сообщает, что на территории материковой части Украины проживает 20 тысяч 844 человека, вынужденных уехать из аннексированного Крыма. Нехватка лекарств и ограничение их импорта в Крым. Как развивается медицина в Крыму, об этом сегодня говорили общественные организации. Детали знает Эльвина Сидбулаева. Российское медицинское страхование в Крыму не оправдало себя. Об этом утверждает представитель Союза защиты прав пациентов Валентина Очеретенко. Кроме этого, в Крыму ограничен импорт лекарств. Инициатором стала российская сторона. Обязательное медицинское страхование в России показало свою несостоятельность. Как это сказывается на жителях Крыма, так же, как на жителях всей остальной России, полис покрывает лишь небольшую часть гарантированного медицинского обслуживания. Недавно представители Крымформации заявили, все медицинские препараты украинского производства заменят на российские. Большая часть пациентов инсулинозависимых в Украине лишена этого. Что это значит? Это значит, что человеку надо переходить на другой инсулин. Неизвестно, как он ему подойдет и подойдет. Недовольство растет среди врачей и медсестер. Высокие зарплаты в начале оккупации значительно сократились в последнее время. По примеру, дефицит врачей составляет 75%. Сергей Баранов, председатель Крымского межрегионального союза объединения профсоюза в России, высказал свою точку зрения. Такое ощущение, что это не работодатели, а рабовладельцы. Несмотря на это, медики, работающие в Крыму, сотрудничать с Украиной не желают. Средняя зарплата в Крыму ниже минимальных потребностей людей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения. Большинство работодателей Крыма предлагают зарплату ниже 10 тысяч рублей, что чуть больше 3 тысяч гривен. По данным Российского центра исследований, минимально приемлемый для россиян ежемесячный заработок это 23 тысяч рублей. Это почти 7 тысяч гривен. Антиправительственный митинг в Севастополе состоится в субботу. Активисты общественного движения «Защитим Севастополь» будут протестовать на территории Екатерининского сквера с требованием отставки городского губернатора Сергея Миняйла. Одним из самых скандальных решений севастопольского главы было недавнее назначение директором Херсонеса православного попа, который уволился под давлением горожан. Крым. Как это было? Тизер к фильму с таким названием презентовали в украинском кризисном медиа-центре. В нем настоящие истории офицеров, солдат и матросов, которые во время аннексии не изменили присяги на верность Украине. В фильме рассказывается, как это было и где сегодня служат герои независимой. Фильм продолжительностью полтора часа создает группу украинских кинематографистов. Презентация ленты запланирована на конец года. История Криму и аннексии очима тех, кто это видел, кто был учасником этих событий, она будет рассказать именно через сегодня этих военнослужащих. Мы постарались показать и стараемся показать не только военнослужащий аспект, которые происходят в Крыму, но и морально-политичные и суспольно-этичные какие-то моменты, которые не менее важны в плане того, с чем люди стыкнулись. Моральный тягар они несли и несут по сегодняшний день. Роскомнадзор зарегистрировал в Крыму новый крымско-татарский телеканал «Миллет» и радиостанцию «Ватан-Седаса». По данным Российской администрации Крыма, следующим шагом после регистрации станет получение лицензии на вещание. 2 апреля, на второй день после прекращения вещания первого крымско-татарского телеканала АТР, общественное движение «Крым» инициировало создание на полуострове провластного общественного телевидения. Вещание планируют начать в сентябре. Ожидается, что руководителем канала будет директор департамента крымско-татарских и национальных программ телеканала «Первый Крымский» Сейран Мамбетов. 170 тысяч долларов за замену желто-синего флага на российский триколор. Именно за такие деньги Федерация легкой атлетики Украины передала крымских спортсменов Всероссийской Федерации. После аннексии Крыма значительная часть крымских легкоатлетов остались жить и тренироваться на полуострове. Теперь они могут выступать за Россию в международных соревнованиях. И помог им в этом Киев. Не пропускайся. Это чемпионка Европы по метанию копья крымчанка Вера Ребрик. Она среди легкоатлетов, которые могут получить возможность защищать Россию на международных соревнованиях. Кроме нее выступать под российским триколором захотел финалист Олимпийских игр Алексей Сакирский и еще пять спортсменов. Они получили российские паспорта и стали выступать на российских чемпионатах. Но согласно правилам международной ассоциации, не могли представлять Россию на международных соревнованиях. Неделю назад Федерация легкой атлетики Украины согласилась на переход крымских легкоатлетов во Всероссийскую Федерацию. За это Киев получил 170 тысяч долларов. Говорят, Украина выиграла от проведенной операции. Полученные деньги потратят на украинских спортсменов. А Веру Лебрик и других легкоатлетов из Крыма все равно нельзя было удержать в сборной. Глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко утверждает, своим решением Федерация фактически признала Крым территорией России. По его мнению, за это в плаву и Министерство спорта должны быть наказаны. Сами крымские легкоатлеты свой переход объясняют тем, что не хотят бросать свои дома в Крыму, а Украина не предложила им достойных условий. Теперь Всероссийская Федерация будет подавать этих спортсменов в Международную Федерацию. Если там согласятся, то крымчане смогут выступать за Россию. К международным новостям. По крайней мере, 44 человека погибли в результате двух мощных взрывов в китайском городе Цяньцзинь. Среди погибших 12 пожарных. Более 500 человек получили травмы и ожоги, сообщает Евроньюз. Около сотни пострадавших находятся в госпитале. По предварительным данным, сначала взорвалась партия взрывчатых или легко воспламеняющихся веществ на портовом складе. Это привело ко второму взрыву на расположенном рядом топливном терминале. Точную причину трагедии сейчас выясняют. Взрывной волной выбило стекла в домах в радиусе двух километров. Повреждено более тысячи автомобилей. После взрывов начался пожар. Спасательные мероприятия продолжаются. Я шукаю своего брата. Він пожежник. Ми дізналися про вибух і приїхали сюди з Пекіна. Поки що пошуки не дали результатів. Ми чули, що тут працюють сім пожежних бригад і що багато пожежників загинуло. Я дуже боюсь, а на цю мить ми не знаємо, які хімічні речовини потрапили у повітря. Можливо, це небезпечні речовини, які можуть негативно позначитись на нашому здоров'ї у майбутньому. Турція відправила свої перші военні подразделення на територію Сирії. Об цьому со ссылкою на собственні источники, сообщає кориспондент іздання РФІ в Анкарі. Рані прем'єр-миністр Турції Ахмед Давутоглу упомінав о возможності відправки военних на север Сирії. Там Анкара планирує создати зону безопасності для борьбы з террористами ісламського государства. Согласно данным РФІ, в Сирію прибыли 300 военних і 15 танків. Турецькі власть інформацію о присутствіі своїх военних в Сирії опровергають. Росія розширила список пищевого ембарго ще на 5 країн. Албанію, Черногорию, Ісландію, Лихтенштейн і Україну. Об цьому сообщив прем'єр-миністр Росії Дмитрий Медведєв. В прошлом року страни ЕС США і Канады ввели против Росії первый пакет санкцій. Впоследстві він був розширен. В ответ Росія ввела соответствуючі меры. По данным Ростельхознадзора, в Росії вже уничтожили 500 тонн нежелательних продуктов. Журналисты российской «Новой газеты» провели собственный опрос в поселке в Московській області по уничтожению санкційних продуктів. То, що уничтожається, це уничтожається не тільки що продукти, це уничтожається дружба народів. Люди повинні дати оцінку сперва. Не допустити крепко закрепити границь. Вся Европа слушає Америку. Це в кавички, друзі. Що це таке? А корочки американські, везде, розпространены. Ну, вот пармезан вам, например, нравится? Наший? Ну, вряд ли. Наш пармезан? Здесь сонця нету, как бы, да, щоб не... Чтоб пармезан, как бы, хорошо рос. Да, да, да. Ну, не тот, не наший, не те, вовже. Що ж, они-то нам делают плохо, а мы їм че, должны делать? Им хорошо, выручку делать їм. Они-то нам делают плохо. Так, значит, отомстим на їх продуктах питання. Ну, вони нам мстят на все. Чтобы еще такое присоединить к России после Крыма. На такой вопрос ответили москвичи. Российский телеканал «Дождь» провел опрос среди россиян. Кроме этого, журналисты спрашивали, удалось ли восстановить Южную Осетию за 7 лет и 57 миллиардов рублей из российского бюджета. Ну, кого? США. Так, так. Еще Японию. Китай. Для чего присоединить? Чтоб были нашими республиками. Крым стоило присоединить? Да, Крым, да. Крым – это наш. Так, знаете, у нас настолько сейчас все политизирно, что, честно говоря, планета сошла с ума. Сложно понять, да? Я, честно, за Японию, а так, чисто, чтобы по национальностям особо не прогонялось, мне без занятости все мы люди. Белоруссия – это свой, можно сказать. Я сам белорус, так что они там живут нормально. Это русский и белорусский – это как два брата. Украину стоит вернуть? Нет, Украину бесполезно. Уже, как говорят, поезд ушел. Не, ну, можно было еще и в Украину, правда, но... Но? Что, но? Не знаю. Не стоит? Сейчас не стоит. Почему? Ой, и так на нас все озлобленные. Сейчас, если мы еще Украину заберем, представляете, что будет. Мужчина спел оперную партию во время операции на мозге. Словенский оперный вокалист Амброш Баец Лапайне спел во время нейрохирургической операции в нидерландской больнице. Врачи удаляли у него опухоль головного мозга. Медики попросили его спеть, чтобы контролировать процесс. Медики попросили его опухоль головного мозга. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова